Открытый диалог с Александром Непомнящим Очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день, здравствуйте. Трудно назвать политическую ситуацию в Израиле стабильной. А вот в чем причина этой нестабильности и можно ли эту проблему решить? Да, Сергей, действительно, в прошлый раз мы уже начали говорить о политической ситуации в Израиле. И, скажем так, назвали, определили те факторы, политические факторы, которые создают эту нестабильность. Но сегодня я хотел бы поговорить немножко о более глубокой проблеме, более фундаментальной проблеме нестабильности израильской политической жизни. И в данном случае я буду опираться на анализ, который провела замечательная журналистка Кэролайн Глик. Переводы ее статьи, я думаю, будут опубликованы в сети в ближайшее время. Ну а сегодня, когда я буду говорить, во многом опираясь на ее анализ. Действительно, уже совсем скоро в Израиле снова откроются избирательные участки. И израильтянам предстоит выбрать своих представителей в КНЕСЭ в четвертый раз за последние два года. И снова как раньше, на всех трех последних выборах нынешние выборы тоже вращаются вокруг одного единственного вопроса. Полномочия, которыми обладают в стране правовые круги. Такое юридическое братство, ну или, если хотите, клика, каста. Все аспекты общественной жизни в стране подчинены сегодня юридическому советнику правительства. Он же у нас возглавляет и государственную прокуратуру. И Верховному суду, де-факто лишившими власти и КНЕСЭ, и правительства. На протяжении многих лет пресловутое правовое братство действовало через судебные и бюрократические указы, последовательно подрывая и разрушая систему сдержек и противовесов, ограничивающих их власть. Ведь в Израиле, как в любом демократическом государстве, три ветви власти и есть система сдержек и противовесов. Но на протяжении многих лет, я бы даже сказал, нескольких десятилетий, юридическая власть, государственные чиновники, юристы, судьи, государственная прокуратура, они последовательно использовали слабость КНЕСЭТа и правительства и потихонечку размывали полномочия своих конкурирующих ветвей власти, подгребая под себя всё больше и больше. И вот сейчас юридический советник правительства Мадрихай Ван Деблид и судьи Верховного Суда по сути сами стали определять свои полномочия. Этого, конечно, нет в никаких израильских законах, просто по факту так сложилось. И стоит ли тут удивляться, что эти полномочия внезапно оказались буквально безграничны. Вне зависимости обсуждается ли то, кто является евреем, государственное финансирование культурных учреждений, политика здравоохранения, землепользования, экономические приоритеты, армейские приказы об открытии огня, иммиграционная политика, борьба с террором и вообще какой-нибудь другой вопрос, рутинный или наоборот такой вот экзистенциальный, сущностный. Теми, кто единолично принимает теперь все решения в Израиле, по сути, стали юридический советник правительства и судьи Верховного Суда. Ну а лидеры, избираемые обществом, то есть политические избранники, в лучшем случае удостаиваются положения советников. И вот, сохраняя и защищая свои безграничные буквально полномочия, юридический советник правительства и судьи вовсю задействуют государственную прокуратуру. Как я уже сказал, в Израиле юридический советник правительства, он же и глава прокуратуры. И вот этот факт, что он одновременно возглавляет и государственную прокуратуру, тоже позволяет юридическому советнику правительства, этому могущественному чиновнику, буквально вселять ужас в сердца политиков, избираемых лидеров Израиля. То есть избираемых народом и обществом политиков этот чиновник, государственный неизбираемый, по сути дела, в общем-то, держит очень жёстко в ежовых рукавицах. Все политики знают, что по своему желанию юридический советник может возбудить против них уголовное дело. И уже самого наличия этой угрозы, как правило, хватает, чтобы усмирить большинство из них, заставить их склонить голову и как можно громче превозносить пресловутое верховенство закона. А на деле ничем-никем не ограниченную власть государственных юристов, якобы хранителей израильской демократии. Те же политики, кто осмеливается выступить против демонии юридических чиновников, неизбежно и неизменно платят за это, за свою строктивость, тяжёлую цену. И всё это приводит нас к истории премьер-министра Бенемина Бенея. Хотя, по сути, с апреля 2019 года все выборы у нас вращаются вокруг безграничных полномочий юридической клики, о которых я только что говорил, СМИ раз за разом представляют выборы как референдум по отношению к Натаниалу. Подобное представление ситуации является искажением реальности, хотя оно, в общем, не лишено оснований. Но суть в том, что ни достоинство Натаниалу, ни его успешность не становятся предметом обсуждения этих самых референдумов. В общем-то, наоборот, для обсессивно настроенных против премьера израильских СМИ, чем меньше обсуждаются его реальные достижения, тем лучше. Средства массовой информации выставляют Натаниалу в качестве главного вопроса выборов, поскольку именно он в настоящее время стал, по сути, главной преградой на пути юридической касты, стремящейся отобрать властные полномочия у избираемых лидеров Израиля окончательно подмять их под себя целиком. Компания, которая в юридические круги клика это ведёт против Натаниалу, этой компании присущи все мыслимые патологии и нарушения, которые неизбежно возникают при отсутствии контроля над полномочиями чиновников. Вот так юридический советник правительства Вихай Мандельблит ведёт против Натаниалу, не сдерживая ему никакими ограничениями войну, ясно понимая, что политическая судьба Натаниалу определит и будущее вот этой самой клики юридической, юридического братства, касты, или победит Натаниалу, а каста лишится своей неограниченной власти, или же премьер потерпит поражение, а их безграничный контроль над страной будет уже закреплён институционально, на государственном уровне, навсегда. И тут мы должны посмотреть на противников Натаниалу справа, которые утверждают, что ситуация вся на самом деле совершенно иная. И лидер Ямины Нафтали Беннет, и председатель партии «Новая надежда» Гидоан Сарм, о них говорили довольно подробно в прошлый раз, они настаивают на отсутствии всякой связи между проблемой ничем неограниченной полномочий юридической клики и войной, которую это братство ведёт против премьер-министра Натаниалу. Сарм подчеркнул эту позицию совсем недавно, когда объявил, что он рассматривает, ну рассматривает — это значит, он думает, что он так и сделает, возможность поддержать закон, который наделит юридического советника правительства правом уволить премьер-министра, предъявляя тому обвинение, и вынуждая после этого уйти в отставку. То есть народ может избрать какого-нибудь лидера, ну а юридический советник, если он захочет, он просто его может отправить в отставку. И вот такой закон Сарм собирается поддержать. Ну а Беннет, в свою очередь, говорит о поддержке закона, который предоставит уголовный иммунитет действующим премьер-министрам, ну то есть всё хорошо, но при этом он не будет применён к Натаниалу. Почему? Ну вот так. Мы поговорим, на самом деле, о том, почему Беннет говорит именно так. Каждое обсуждение правовой реформы Беннет и Сарм начинают с того, что, мол, Натаниал не заслуживает доверия в правовой сфере, утверждая, что премьер на протяжении десятилетий блокировал попытки обуздать юридическую клипу. И тут надо признать, что, в общем-то, они во многом правы. Натаниал действительно не вмешивался, когда никем не избираемые чиновники и юристы подминали под себя всё более широкие полномочия к Несту и правительству. Он не противостоял тому, что сменявшие друг друга юридические советники правительства запугивали политиков с помощью надуманных уголовных расследований. Натаниал не высказывал возражения, когда нынешний президент Ровен Ривлин или даже сам нынешний юридический советник правительства Лихай Мандельбли или тогдашние министры Виктор Либерман, Виктор Каолани, Рафаэль Лейтан, Яков Нейман, Хаим Рамонц, Ахьян Эгби один за другим оказывались в лапах прокурорской инквизиции. Только тогда, когда юридическая клика двинула свои полки на самого Натаниал, он стал поборником этих самых реформ в правовой сфере, который до этого, в общем-то, надо признать, блокировал годами. Иными словами, Сар и Беннет не так уж далеки от истины утверждают, что внезапное стремление Натаниал к правовой реформе обосновано его личными интересами. Если бы Мандельблид не стремился теперь раздавить Натаниал, не исключено, что в примере сегодня не было бы поборником реформы. Вот только тот факт, что Натаниал вёл себя в этом вопросе, ну, в общем, как опортунист, не делает утверждения Беннета и Сар о том, что, мол, реально отделить правовую реформу от юридических проблем, в которых оказался сейчас Натаниал, более обоснованными и верным. Напротив, эти утверждения в корне неверны. Разделить реформу или целенаправленное преследование, даже травлю, премьера, просто невозможно. И тут надо расставить все точки над ним. В преследовании Мандельблитов Натаниал нет ничего общего с законным процессом. Прежде всего, вообще, в нарушении основного закона Израиля уголовное расследование против Натаниал началось без письменного разрешения Мандельблита. То есть полиция стала расследовать премьер-министра, не получив разрешения юридического советника правительства, он же глава прокуратуры. Но, по крайней мере, так получается, потому что такого разрешения не было. И они не смогли его не найти и объяснить. Но и дальше всё было ещё хуже. То есть изначально расследование против Натаниал было начато с нарушением основного закона Израиля, то есть, по сути дела, в Конституции. Главное обвинение против Натаниал — взяточничество. Оно привязано к совершённым им действиям, которые, в общем, не подпадают под критерии уголовного преступления ни в Израиле, ни в других демократических странах. Понимаете? То есть Натаниал обвиняют во взяточничестве, но этим взяточничеством называют нечто, что ни в Израиле, ни в других странах нормальных демократических не записано в уголовном кодексе. Я поясню, Андерлис утверждает, будто бы попытки Натаниал получить положительное освещение в СМИ, принадлежащих его личному другу, были вымогательством взятки. Мандельблит утверждает, что когда в СМИ друга Натаниал, то есть в СМИ, которые принадлежат одному из друзей Натаниал, было опубликовано несколько поддерживающих премьер историй, друг таким образом дал Натаниал взятку. Иными словами, Мандельблит, по сути, изобрёл новую форму взяточничества, не упомянутую ни в уголовном кодексе Израиля, как я уже сказал, ни в уголовных кодексах любой другой демократической страны. Нет такого, что если СМИ пишут что-то хорошее о политике, то это надо рассматривать как взятку этому политику. Может быть, оно так действительно и есть. Может быть, оно действительно так бывает. Но это же безумие говорить о том, что любое положительное освещение политика в прессе является взяткой этому политику. Мы сами понимаем это прекрасно. И подобное принципиальное, новое и широкое толкование Мандельблитом отношений между политиками и СМИ ведёт не только к объявлению Натаниала преступников. Собственно, для этого всё и было сделано. Чтобы найти хоть что-то про Натаньяо, решили, ну хорошо, вот мы назовём вот такие отношения, что он обратился к другу, сказал, напиши про меня что-то хорошее. И тот написал не критическую статью, а положительную. И это будет рассматриваться взяткой. И рассматривается это как взятка, чтобы дискредитировать Натаньяо, объявить его преступником. Но последствия такого толкования, они же куда шире. Признание подобных действий взяточничеством легко превращает практически любые взаимоотношения между журналистами и политиками в уголовное преступление. Ради подавления Натаньяо Мандельбрит выворачивает наизнанку весь уголовный процесс. Ну, конечно, само уголовное право тоже. Но это хищная одержимость Мандельбрита в отношении избранного Израилем, заметим, лидера. Она служит не только нагнетанию ужаса на израильских политиках. Мандельбрит ловко использовал свою кампанию против Натаньяо в качестве оправдания и расширения своих собственных полномочий за пределы всех мыслимых законных границ. Ведь он, ссылаясь на грубо сфабрикованное против Натаньяо обвинение во взяточничестве, присвоил себе правительственную прерогативу назначать генерального прокурора. То есть, есть глава прокуратуры, есть генеральный прокурор. Главой прокуратуры является Мандельбрит. И генерального прокурора назначает правительство. Но теперь Мандельбрит сказал, нет, раз Натаньяо у нас как бы у него суды, у него обвинения, он не может в этом участвовать. И всё правительство не может. И я буду сам назначать генерального прокурора. И запретил премьер-министру участвовать в выборе комиссара полиции. И аналогично используя свои юридические вот эти вот безосновательные обвинения Натаньяо, он подчинил себе и политическую жизнь в Израиле. Так, среди прочего, Мандельбрит провёл прайм-тайм, пресс-конференцию, посвящённую кампании против Натаньяо и предъявил тому обвинение в тот самый момент, когда премьер-министр встречался с президентом США в Белом доме, ещё с Трампом. И более того, на основании развернутого им преследования премьера Мандельбрит присвоил себе право решать, может ли Натаньяо вообще заниматься формированием правительства. То есть понимаете, что получилось? Под предлогом того, что Натаньяо под судом и что это поэтому нужно ограничить его полномочия, юридический советник правительства, он же глава прокуратуры. То есть, по сути дела, государственный чиновник, который был назначен правительством, потихонечку подмял под себя все принципиально важные решения и в сфере юридической, и не только в юридической сфере, как бы полностью лишив и правительства, и, по сути дела, КНЕСа возможности как-то влиять на эти решения. И именно это вопиющее поведение Мандельбрита и стало основой и причиной главной двухлетнего политического тупика в Израиле. Сначала незаконно инициировав расследование против Натаньяо, Мандельбрит добился дестабилизации правительства и всего политического как бы мира страны, а затем использовал вызванную самим политическую нестабильность для шокирующего расширения собственных полномочий. Понимаете? Я еще раз объясню это. То есть, вот Мандельбрит, хитрая лиса, он сначала инициирует расследование против правительства и тем самым дестабилизирует политическую ситуацию в Израиле, а затем использует эту дестабилизацию, чтобы подмять под себя полномочия, которые ему по закону не должны принадлежать. Он их отбирает у правительства и у КНЕСа. Единственный способ, который позволит политикам сдержать вот такой вот беспредел юридической клики, состоит в лишении этой самой клики правовой, юридической, права возбуждать уголовные дела против общественных избраний. Ну то есть, на самом деле, эта вещь очень понятная. Если человека избрали депутатом, лидером, то пока он находится в этой позиции, у него есть депутатский иммунитет. Это не безумная вещь, это достаточно разумная вещь, потому что она является частью сдержек и противовесов между ветвями власти. И поэтому первым шагом следующего КНЕСа должно быть стать восстановление реального уголовного иммунитета для членов КНЕСа. Вы скажете, а как что, в Израиле уже не было такого иммунитета? Да, конечно, было. Но что произошло? В 2005 году КНЕС поставил закон об иммунитете с ног на голову. До этого закон автоматически обеспечивал реальный иммунитет от уголовного преследования всем законодателям за действия, которые они совершали во время своей работы на выбор на должностях. То есть то, что я сказал. Если человек избран к обществу, то у него есть уголовный иммунитет. Конечно же, это может быть использовано для каких-то вредных вещей. Например, человек может провороваться или совершить какое-то другое преступление. И тут вступает всего пресса, которая расскажет нам о том, что вот этот народный избранник сделал так, так и так. И в следующий раз он уже не попадет в КНЕСе, он лишится своего депутатского знания, и тогда, конечно, полиция может заняться его расследованием и всем остальным. Но пока он депутат, он защищен. Это система сдержки противовеса, потому что одна власть не должна подавить другую. Но вот, согласно введенному изменению, которое случилось в 2005 году, депутаты лишались иммунитета, если комитет КНЕС на поэтике им его не предоставлял. Законодатели внесли поправки в существующий закон, поскольку тогдашний юридический советник правительства вместе с студиями провел масштабную пиар-кампанию с энтузиазмом, поддержанную, конечно, средствами массовой информации и вынудил депутатов пойти на это якобы во время борьбы с коррупцией. И измененный закон вот в таком виде, когда какая-то комиссия КНЕС это может решить, а может и не решить, немедленно обеспечивал юридических советников правительства возможность возбуждать уголовные дела против законодателей и по собственному желанию. Вскоре после принятия этой поправки шлюзы открылись на стеж. Сменявшие друг друга юридические советники начали всё активнее инициировать уголовные расследования и предъявлять обвинения законодателем и министром. Практически каждый политик, который пытался ограничить полномочия юридической клики, с тех пор оказывался под следствием. Вообще, стоит заметить, с 90-х годов каждый действующий премьер-министр в Израиле привлекался к уголовной ответственности. И обвинения были предъявлены четырём министрам юстиции. То есть, вы понимаете, это не проблема Натаньяу. Это проблема того, что в Израиле разрушилась система сдержек и противовеса. И одна из властей, юридическая власть, стала подминать под себя полномочия других властей, исполнительных правительств и законодательных. И в этой войне из-за слабости, может быть, недальновидности политиков, которые воевали между собой, спорили правые, левые, те, другие, в это время юристы медленно, шаг за шагом, подминали под себя всё больше и больше полномочий, пока не пришёл Натаньяу. И вот если следующий Кнессет примет позицию Бенната и Сарии и попытается продвинуть правовую реформу без учёта судебного процесса над Натаньяу, все усилия обуздать юридическую клику будут сведены на нет. Я объясню, почему. С Натаньяу или без него народным избранникам всё равно придётся начинать свои усилия в борьбе с юридической кликой с восстановлением закона об иммунитете в его первоначальной формулировке. И единственный способ отказать Натаньяу в предоставлении защиты на основании закона о восстановленном иммунитете — это определить, что закон этот не распространяется на действия предпринятых до вступления поправки в силу. Типа закон не имеет обратной силы. Но если законодатели примут подобное решение, то их поправка с самого начала станет абсолютно неактуальной, ведь в конце концов юридический советник всегда сможет инициировать расследование действий, которые были предприняты тем или иным законодателем до внесения поправки. Понимаете? Если сейчас я не могу привлечь тебя, но я могу тебя привлечь, как бы начать расследование за то, что было до того. То есть вот мы сегодня в апреле, например, в мае принимаем такой закон, а я поймаю тебя на том, что случилось, скажем, два месяца назад. И тогда ты в той же ситуации, как Натаньяу. И как только это станет очевидным, всякая мысль о правовой реформе мгновенно испарится из умов политиков, над которыми вновь повиснет угроза расследований, и это испарение произойдет у них в ума быстрее, чем вы успеете произнести фразу «повестка в суд». Все же понятно. Но если все же предположить, что законодатели сумеют изыскать способ, обеспечивающий им неприкосновенность, но оставляющий голову Натаньяу на пласть, какое влияние это окажет на ограничение полномочий, уже присвойных себе мандерблитам? Как это его ограничено? Разве он лишится права таскать журналистов и редакторов на полицейские допросы за публикации в хороших историях о политиках, причастных к подрезанию его крылью? Вот какой-нибудь очередной Амир Ахан выступит с предложением реформы юридической, и об этом напишет какая-то газета, и редакторов, журналистов этой газеты вызовут в полицию, а не было ли это взяткой Ахани? Мы будем сейчас разбираться, было или не было, а вы пока лишитесь работы. И, конечно же, это сразу укротит всех и журналистов, и политиков в желании как-то сопротивляться. Более того, если законодатели выдадут Натаньяу на расправу юридической инквизиции, то с чего тогда его сторонникам из Ликуда поддерживать подобные усилия, а без сторонников Натаньяу без Ликуда заполучить большинство фнессетит для поддержки такой вот правовой реформы вообще не будет реальной. То есть Беннет и Сарт правы в том, что Натаньяу полон решимости реформировать правовую систему именно потому, что юридическая клика накатила на него бульдозы, и теперь его политическое выживание напрямую зависит от этой реформы. Он даже не более циничный, чем он. Ведь они надеются, что война Мандельбрита против Натаньяу устранит их конкурента, устранит Натаньяу, лидера, которого не могут победить честно на выборах и таким образом расчистит как бы им дорогу к власти. И при этом они отказываются понять, что если Мандельбрит добьется успеха, раздавив Натаньяу, то будущий выбор уже не будет никакого значения иметь для них тоже. Потому что если уже он раздавит Натаньяу, то с ними он справится без каких-либо особых усилий. Заинтересованность Натаньяу в правовой реформе представляет Кнессету сейчас беспрецедентную возможность. Потому что благодаря обсессии Мандельбрита депутаты Кнессета могут теперь заполучить твёрдое большинство для всеобъемлющей правовой реформы. И поэтому задача законодателей, депутатов Кнессета, приверженных к подобной реформе, включая Сары и Беннета, состоит в том, чтобы объединить свои усилия с законодателями, которые хотят помешать Мандельбриту покончить с Натаньяу. Так называемой судебной революции, разразившейся в середине 90-х годов прошлого века. Только так они смогут восстановить полномочия Кнессета и правительства, возродив систему сдержек и противовеса в судебной системе и подчинив юридического советника правительства и государственную прокуратуру избираемым лидерам Израиля. Что будет, мы узнаем меньше, чем через две недели. Но, конечно же, общая ситуация или как бы резюме всего этого анализа в том, что из-за того, что политики воюют между собой, в данном случае мы видим, как Бен и Тессар мечтают избавиться от Натаньяу, чтобы как бы избавиться от сильного конкурента на правом поле и вообще на поле израильской политики. Они не понимают, что избавившиеся от Натаньяу с помощью Мандельбрита они сами станут следующими жертвами этой самой войны, которой юридическая клика неизбираемая. Пытается захватить все полномочия власти в Израиле уже как бы на институционном, на законодательном уровне. Не по факту, а дейюль. Спасибо, Сергей. Спасибо, Александр. Давайте мы, наверное, сейчас сделаем небольшой перерыв. Если вот по этому сегменту у вас возникли вопросы, давайте сразу после рекламы звоните 847-400-5200. Задавайте вопросы, Александр постарается на них ответить. Открытый диалог. Диалог. С Александром Непомнящим. Возвращаемся к беседе с Александром Непомнящим. Телефон в студии 847-400-5200. Давайте попробуем принять звонки. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Я хотел бы спросить, задать такой вопрос. Как русскоговорящая часть Израиля относится к выборам? У меня такое впечатление, что по разговорам с моими друзьями, родственниками, они, в общем-то, особенно не любят Натаньяву. Или я ошибаюсь? Спасибо. Да, я отвечу вам. На самом деле примерно треть, может быть, чуть больше трети русскоязычных израильтян, но, по крайней мере, те, кто относит себя, на самом деле, русскоязычных, возможно, и больше, но это люди, как бы последние ли из постсоветского пространства, начиная с 90-х годов. Так вот, примерно треть или чуть больше голосует за партию Виктора Либермана, к сожалению, я считаю, потому что эта партия ведет их никуда, и, в общем-то, формирует определенную, как бы, такое отделение, это сепаратистская партия, отделяющая русскоязычных жителей страны от всего остального Израиля, и там ведется очень активная пропаганда против Натанияу, против вакцин, кстати, против прививок, и вообще такая, в общем, я бы сказал, очень пророссийская, прокремлевская пропаганда. Примерно столько же русскоязычных израильтян голосуют за Натанияу, ну и остальное, может быть, немножко меньше, третье, то, что остается, распределяется более-менее равномерно между разными партиями израильскими. Таким образом, действительно, та часть, которая голосует за Либермана, она очень активна в социальных сетях, она очень настроена как бы пролибермановской прессой в Израиле, против Натанияу, против евреев, как бы называется против религиозных евреев, но, по сути дела, вообще как бы против еврейского характера государства, и она выглядит очень агрессивно и очень заметно. Но, снова, если мы говорим о цифрах, то речь идет примерно третий, может быть, чуть больше третий израильтян, просто говорящих, относится к этой категории. Давайте, принес следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфир. Алло, здравствуйте, Сережа, здравствуйте, Александр. Вот у нас одна губернаторша из 50, это губернатор штата Южная Дакота, кажется, она единственная в прошлом году, кто не поддался, она не поддалась панике из середины партии, не вела ни на один день даже карантин, все бизнесы были открыты, школы были открыты, все было функционировано, экономика сохранилась. Еще в прошлом году демократы и доктор Фаучи предупреждали, что если она не введет карантин, то смертей в этом штате было неизбежать. Но вот прошел год и этот штат оказался скажем так на первом месте где смертность и заболевание было меньше, чем в других штатах, особенно в тех штатах, как в Нью-Йорке и Калифорнии, где были введены эти драконовские меры карантина. Вот скажите, пожалуйста, хотя, конечно, нельзя сравнивать Дакоту с Нью-Йорком, тем не менее, Флориду тоже не очень-то сильно они ввели карантин, и тем не менее, у них меньше людей погибло от короны, чем в Нью-Йорке. А вот было ли оправданно вводить у вас в Израиле карантин, когда смертей вы не избежали, и тем не менее, экономика села? Спасибо. Окей, я отвечу вам на этот вопрос. Я считаю, что это было оправдано, и при этом неправильно говорить, что смертей мы не избежали, и экономика просела. То есть мы могли, на мой взгляд, если бы мы не вводили вот эти ограничения карантинные, которые в Израиле вводились в три раза, то есть они были разной степени жесткости, они были с ослаблениями, если бы всего этого не было, то я боюсь, что смертей в Израиле было бы намного больше, а экономика в итоге просела бы ещё сильнее. И здесь я действительно не думаю, что мы можем с вами вот так вот, не будучи специалистами, сравнивать разные регионы США или даже страны в Европе, например, с Израилем по ряду причин. В первую очередь, Израиль — очень урбанистическое государство. В Израиле, я так думаю, что порядка 70% еврейского населения страны сосредоточено в окрестностях, грубо говоря, Большого Тель-Авива, ну очень так, как бы мегаполиса от Аждода до Нитании, например. То есть всё практически население еврейского крупных городов. У нас есть, у нас высокая плотность населения там, у нас есть специальные группы, допустим, религиозные группы, которые, они социально очень близко контактируют друг с другом, и там распространяются такие заболевания очень быстро. Поэтому, я здесь склонен доверять тем оценкам, которые были сделаны правительством Израиля, которые пришли к вводу, что если не вводить карантин в Израиль, то жертв будет намного больше. Но, безусловно, если уж мы говорим о короне, то главным фактором, который избавил Израиль от огромных человеческих жертв, было то, что Натаньялов сумел добыть вот эту самую вакцину, сумел договориться с компанией Pfizer о том, чтобы она предоставила вакцину в Израиле как бы приоритетным образом для всего, для всей страны. И в декабре, когда в Израиль прибыли вот эти самые, прибыла Pfizer и началась вакцинация населения, тогда же стала распространяться вот эта, по-моему, британская мутация, которая оказалась очень опасна именно для молодых. И если раньше мы говорили, что, в общем, первый вариант короны, он как бы был очень опасен для людей пожилых, для людей с разными дополнительными заболеваниями, но молодые могли перенести его в общем, как бы, может быть, без больших проблем, то следующая британская мутация, она уже выкашивала именно молодых. И сейчас в Израиле большинство больных, тяжело больных, это именно молодые люди, потому что это вот результаты этой самой новой модификации. Тем не менее, вакцинация сделала свое дело, мы приближаемся, мы перешли уже через 5 миллионов из населения, в котором чуть меньше 10 миллионов человек, и это надо убрать еще большое количество детей, которых сейчас не вакцинируют, поскольку еще нет подтверждения FDA о том, что можно использовать вакцину для детей. Поэтому я считаю, что карантинные меры в Израиле были оправданы. Что же касается других мест и, скажем, разных штатов США, там я не могу сделать выводов, просто потому, что, видимо, для правильного решения нужно действительно понимать все нюансы демографические, социальные, этнические и прочие в каждом таком месте. Давайте попробуем принять следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, Луфи. Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Александр. Вы знаете, мой вопрос, наверное, не относится к зарассматриваемой теме, но я вас хотела попросить, и если не в этот раз, то, может быть, в другое время, ответить на такой вопрос. Вот Дубай, это королевство, Дубай, это столица королевства. Ну, это Объединенные Арабские Эмираты, государство. Да. Вот меня что поразило, когда я там стала смотреть, знакомиться, там живут 184 национальности, там в Дубае 18 типов школ. Это вот скажите мне, как это королевство, да, насколько я понимаю, или что вопрос? Алло. Ну, вопрос. Это королевство, как оно управляется? Я попробую ответить вам, если только немножко шум стихнет, попробую ответить коротко. Объединенные Арабские Эмираты — это, по сути дела, конфедерация нескольких эмиратов. Каждый такой эмират, они разного размера, управляется эмиром, и совместно, как бы, совместный совет этих эмиров выбирает или не выбирает, но каждый такой эмират — это под управлением клана большого, мы бы сказали, семьи, но на самом деле это больше, чем просто семья огромного бедуинского клана, и есть самый старший клан, который фактически и правит всеми остальными эмиратами, но у каждого есть автономия. Теперь, кроме непосредственно населения вот этих самых эмиратов, в эмиратах также живут сезонные рабочие. По сути дела, все практически черные и серые работы выполняются там иностранными рабочими, которые приезжают из самых разных стран, чаще всего мусульманских, но не только. Ну а бедуины, они по сути дела как бы являются членами семьи правящих и в разной степени либо задействованы в управлении государством, либо занимаются бизнесом, то есть они все на таких, как бы они являются белыми воротничками, супербелыми воротничками. И поэтому в эмиратах большое количество иностранных рабочих, я думаю, что их значительно больше, чем самого как бы официального населения страны. это не королевство, но это эмират, и там действительно есть большое разнообразие представителей разных государств, но снова это люди, не имеющие гражданства, являющиеся сезонными иностранными рабочими. Ну вот продолжение вопроса, который был задан нашей слушательницей. Вы знаете, что последние месяцы Объединенные Арабские Эмираты превратились в надёжного и близкого друга Израиля. И мир, который был подписан благодаря замечательному президенту Дональду Трампу между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, в отличие от, скажем, мира подписанного с Иорданией или с Египтом, больше похожих на такое вот прекращение войны, то есть перемирие, а не мир как таковой. Действительно, мир с Эмиратами стал миром горячим, тёплым. То есть тут же пошли торговые отношения, тут же пошли какие-то взаимные визиты, туризм, огромные проекты экономические. И если сначала мы говорили о том, что, в общем, там каждый день буквально прибавлялись какие-то новые заказы, новые проекты, и Гай Бхор, израильский востоковед, который оценил вообще, так сказать, бюджет вот этих общих торговых отношений в 15 миллиардов долларов, ему сказали, ну ты загибаешь, не будет такого. И вот буквально сегодня утром в официальном и безусловно сенсационном заявлении Объединённые Арабские Эмираты сообщили о создании инвестиционного фонда, специального инвестиционного фонда, предназначенного для вложения в Израиль, объём которого составит 10 миллиардов долларов. То есть, по сути дела, в Эмиратах есть деньги, да, эти деньги за счёт продажи углеводородов, и Эмираты хотят использовать эти деньги, потому что они знают, что Израиль — это невероятный человеческий потенциал, это инновации, это высокие технологии, и вот их деньги, помните, как у Стаба Бендера, идеи наши, бензин ваш, у нас есть деньги, у вас есть идеи, два этих фактора действительно способны изменить мир очень сильно. Фонд Эмиратов станет инвестировать в израильские проекты в сферах энергетики, водоснабжения, передового сельского хозяйства, космоса, безопасности. По сути дела, уже в феврале проходила в Дубае ярмарка военных технологий, и там были представлены десятки израильских компаний, и уже достигнутся соглашения о финансировании израильских автономных систем против беспилотников. То есть Эмираты как бы становятся спонсорами, ко-спонсорами израильских систем вооружения, и здравоохранение, конечно, тоже в этой сфере. По сути дела, речь не идёт о том, что кто-то скажет, ой, а можно ли допускать Эмираты, всё-таки они вчера ещё были врагами Израиля, до израильских технологий. Но мы с вами понимаем, что речь идёт об инвестициях в израильские технологии, а не как бы не шпионаж. Эмираты просто, по сути дела, хотят получать прибыль вместе с нами и вкладывают в израильские акции. Израильские акции, разумеется, несутся вверх. И то, что они хотят получать прибыль вместе с нами, это столько хорошо, потому что почему бы и нет? Наоборот, такая прибыль, она сближает людей гораздо больше, чем какие-то бумажки или какие-то декларативные заявления политики. И вот сотрудничество между Израилем и Эмиратами действительно развивается невероятными темпами. И теперь те, кто говорили, что Гайдкор явно преувеличивает, говоря о миллиардах общего торгового объёма, на самом деле теперь видят, что он не ошибался, и его прогноз был более чем точный. И, конечно, это заявление потрясло деловой мир на Западе вообще, потому что не были, как бы это необычная ситуация, когда Эмираты вкладывают такую крупную сумму даже в высокоразвитые страны. Но Израиль, конечно, становится в последние 10 лет действительно вошёл в десятку самых развитых стран мира благодаря, опять же, экономической политике Натаньял. И тем не менее. Таким образом, на Ближнем Востоке формируется и крепнет новая ось, которая, в общем-то, идёт уже не только как военно-экономический, но и политическая Израиля и Объединённых Арабских Эмират. И этот союз становится всё сильнее и сильнее. Тот запал, тот заряд, который был дан Дональдом Трантом, он работает, и он продолжает работать, и он укрепляется и разрастается с каждым. Это, безусловно, очень хорошие новости и для Израиля, и, конечно же, это хорошие новости и для Объединённых Арабских Эмиратов тоже, и в целом для мира, потому что я думаю, что мир только выиграет, если больше денег будет вкачано в израильские высокие технологии, в том числе в здравоохранение, в спилотники, в какие-то передовые полезные для людей технологии, всё это в итоге станет достоянием всего мира. Давайте попробуем принять сейчас звонок. Добрый день. Добрый день, Сергей. Добрый день, Александр. Вы знаете, Александр, я вам задам два совершенно разные вопроса. Один даже, честно, я бы не хотел вам задавать, но то, что читаешь, придётся вам задать. Первый вопрос такой. У вас что, образовалась недавно новая арабская партия, которая полностью, в принципе, согласна с устоями сионистского государства, и они, так сказать, полностью поддерживают всё, они просто хотят равноправия. Кто это такие, что это такие, и что они, Таньяху, может рассчитывать, что они будут голосовать за него. Это такое было когда-то в истории Израиля, не было бы. Я что-то не помню таких арабских партий. Это первое. Второе, которое я не хотел задавать, но придётся задать. Отношения в последнее время опять между Израилем и Украиной. И это касается не только Израиля, это касается и Польши тоже. О названии стадиона в Тернополе именем одного из лидеров националистического движения Украины. Как вы считаете, или как у вас государство, это считается нормальным, что вот ваш посол делает протест, или, ну не знаю, потому что это те оскорбления, которые он получил и всё остальное, это просто, ну как это такое, всплыв, вспышка очередного антисемитизма. Так что, что вы на это скажете, это не только была реакция Израиля, это была реакция Польши тоже. То есть спасибо большое и я вас удовольствием послушаю парадию. Окей, я отвечу сначала на второй вопрос, поскольку в Израиле в общем-то на это никто не обращает внимания, я вам честно скажу. Что там происходит на Украине, как они назвали стадион свой. Израильтян это не очень задевает. Дело в том, что, понимаете, очень трудно сказать, что Украина является антисемитским государством, когда во главе Украины стоит откровенный, не скрывающий своего еврейского происхождения президент. Поэтому, безусловно, в Украине существуют разные силы. И, безусловно, в поисках своей как бы национальной идеи там время от времени происходят вещи, которые действительно могут расстроить, обидеть, опечалить евреев, потому что называют те или иные места улицы именами людей, которые ассоциируются у евреев не самыми лучшими страницами отношений между нашими странами. Но, снова, в Израиле видят это все как болезни роста. То есть, мы не считаем, что Украина является антисемитским государством, мы не видим Украину враждебным израильным государством, напротив, скорее, это дружеское израильное государство. И даже те отношения, которые были испорчены европейцами между нами и Польшей, именно вот тоже по линии антисемитизма. То есть, снова, польский национализм это польский национализм. В нем есть элемент антисемитизма, но Израиль не видит в этом большой проблемы, пока это какая-то риторика внутренняя политическая польская. Гораздо важнее для нас было то, что Польша была нашим союзником внутри ЕС и торпедировала те решения, которые ЕС принимала против Израиля. Это реальная политика, и это, по сути дела, гораздо важнее, чем что там новое развивающееся польская национальная идея, как бы каких героев она себе выберет. Поэтому сегодня, после долгого перерыва, восстанавливаются отношения с Польшей, с Украиной они не были испорчены. Если вы спрашиваете, как реагируют на это израильтяне, никак не реагируют, они не очень интересуются этим. Для нас гораздо важнее, опять же, как Украина и Польша будут вести себя в ООН, как Польша будет вести себя в Евросоюзе, будет ли она поддерживать наши интересы на международной арене или будет против нас. Пока что эти страны скорее нам дружественны, чем враждебны, и, в общем-то, мы не видим причин требовать от них больше. Что касается арабских партий, здесь нужно сделать несколько... Арабские партии существуют в Израиле всегда, с самого начала. И арабские граждане обладают в Израиле всеми правами с самого начала, когда они говорят о равноправии, они больше, знаете, как ваши негры требуют чего-то, чтобы надежды получить больше. То есть, я буду плакать и хныкать, может быть, мне дадут больше, чем всем. Так поступают, на самом деле, демократическом государстве, в любом гражданском обществе. Наши арабы тоже умеют хорошо клянчить, говорить, мы бедные и несчастные, коза-дереза такая, не кормлена, не полина. Параллельно с этим арабы присутствуют практически в всех израильских партиях. И они занимали разные посты, у нас были и министры арабы, у нас есть в армии на высших постах армейских находятся сегодня представители арабских разных групп. То, что вы говорили, видимо, вы имели в виду партию, которая была раньше, входила в состав общего как бы арабского списка, куда входят партии, откровенно поддерживающие террор и отрицающие право еврейского государства на существование. Одна из партий, которая там была, это партия как бы исламистская. То есть мы бы сказали, что это почти братья-мусульмане, только это братья-мусульмане, которые не призывают к террору. Они говорят, вот мы, арабы, мы хотим жить по мусульманской традиции, мы продвигаем эту мусульманскую традицию, что нам неприемлемо всё, что неприемлемо мусульманской традиции. Но воевать с Израилем, заниматься террором, мы не готовы, не собираемся, мы граждане Израиля. И эта партия сейчас откололась как бы от более одиозной группировки арабских партий, антиизраильские настроены. Эта партия сказала, мы не хотим быть в коалиции, которая голосовала против соглашений в РАМ. Потому что что произошло? Израиль заключил четыре соглашения с арабскими странами, и все четыре раза в Кнессете вот эта самая арабская коалиция голосовала против этих соглашений. И партия исламистская РАМ, она сказала, мы уходим из этого союза, потому что мы не считаем, что мы должны быть против этих соглашений. Да, у нас есть свои интересы. Да, мы подчеркиваем свою арабскую идентификацию. Но это не значит, что мы должны находиться в боевых отношениях, как бы противостоять государству Израиль. Более того, они даже как бы заметили сквозь зубы, что они не поддерживают террор. Официально заявили об этом. То есть они не хотят больше числиться среди сторонников террора. Я думаю, что у этого, конечно, есть подоплека такая, что они ожидают помощи от Арабских Эмиратов. То есть сейчас возникает внутри арабского и израильского общества есть части, которые как бы за Иран и поддерживаются Ираном. Есть части, которые поддерживаются за автономию, а есть части, которые говорят, а мы хотим быть с объединенными арабскими эмиратами из Саудовской Аравии. А они, в свою очередь, дружат с Израилем. Поэтому мы, по крайней мере, не хотим с Израилем воевать. И эта партия, отделившись от остальных партий, действительно намекнула на то, что она может и поддержать, рекомендовать Натанияо в главу государства. Если раньше арабы никогда не поддерживали вообще никакого сионистского кандидата, уж тем более правого, то сейчас равномекает, что, в общем, всё вопрос в торговле. То есть, если вы нам предоставите как бы ресурсы, если вы нам дадите деньги для развития наших городов, наших деревень, то мы готовы вас поддержать. При этом Натанияо действительно вкладывает в арабский сектор в Израиле очень немалые средства, потому что, он говорит, это часть нашего общества. Чем больше мы вложим, например, безопасности в этих деревнях, в образование детей, тем больше мы получим в итоге лояльных и хорошо настроенных к Израилю образованных людей. И это действительно работает. И многие арабы, не отрицая свои исламские идентификации и не превращаясь в пламенных сионистов, тем не менее, говорят, мы понимаем, что государство Израиль оказалось единственным успешным государством на Ближнем Востоке, единственным, где мы можем чувствовать себя свободными и соблюдать свою традицию и свою религию, не боясь, что нас кто-то убьёт или сделает, мы будем голодны или не будем знать что-то в нашем будущем. Поэтому мы признаём де-факто еврейское государство. Мы не собираемся с ним воевать, мы хотим с ним сотрудничать, мы остаёмся автономной общиной, но готовы говорить. И вот эта партия как раз сейчас борется за то, чтобы пройти Нессы, потому что, отколовшись от остальных, она как бы должна по меньшей мере обеспечить себе четыре мандата. Пока что ей немножко не хватает. Это не факт, что она пройдёт в Нессе. Но да, это, в общем-то, тоже достижение, колоссальное достижение Натаниал, раскол внутри арабского стана и фактически отделение одиозных непримиримых врагов Израиля от тех, кто, в общем-то, с кем можно работать, с кем можно договариваться. Вот так бы я это стандартно. У нас есть ещё один звонок, но времени остаётся буквально две минуты. Добрый день. Добрый день, Александр. Я этот вопрос отдавал Африанкину, но она так смутно ответила, что она, видимо, её курс и делал. Вопрос такой. Исторический опыт показывает, что один раз во время очень крутую ситуацию великий друг Израиля с Соединёнными Сстатами Америки запросили передавать боеприпасы с американских баз израильской армии, которая была в войне в осень-то летом годов. Что-нибудь сделано в Израиле, чтобы как-то, так сказать, опираться на собственные силы и не зависеть от капризов очередного Блинкина или какой-нибудь там Сьюзан Райс? Да. Да, было сделано, потому что действительно с Обамой мы сильно обошлись и с тех пор, насколько я знаю, в Израиле были, во-первых, существуют запасы вооружений, во-вторых, и это было сделано при Трампе, есть договорённость о том, что Израиль сможет использовать те склады американские, которые находятся на территории Израиля. То есть Трамп оставил нам разные инструменты, которые до сих пор Байден не сумел отменить, которые, в общем-то, немножко нас защищают от этой ситуации. Но, безусловно, враждебное отношение новой администрации к Израилю, конечно, нам ещё ухнется, в том числе, конечно, из таких вот ситуаций критических военных. Но в Израиле теперь уже один раз обжёгшись на молоке, дуют на воду, и, да, безусловно, приняты меры, в том числе, это, кстати, запасы, которые позволяют нам надеяться, что с нами такого подобного больше уже не случится. Спасибо огромное, Александр. Хочу напомнить, что, начиная со следующей недели, мы переходим, в воскресенье мы переходим на летнее время, то бишь, часы переводим на час вперёд. Да? То есть, у нас, соответственно, будет встреча на час позже, да? На час, наверное, раньше. Час раньше. Мы, если вперёд переводим часы, значит, на час раньше у нас будет встреча. Спасибо ещё раз, спасибо огромное, и до встречи в следующий раз. В следующий раз.